Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Айд Кабл-Волсон. Сегодня в Казахстане отмечают Ораза Айд, один из важнейших мусульманских праздников. Казахстанский боксер-профессионал-чемпион мира Геннадий Головкин вкладывает деньги в карагандинскую промышленность. 5 июля дан старт работе фабрики по обогащению угля. Разбитые дороги, мусоры, бомжи, жители дома Тимиртау, где в свое время жил будущий президент Казахстана, обеспокоены состоянием внутриквартальной территории. Ораза Айд известен как праздник разговения. Отмечается он первые три дня месяца Шаваль в честь окончания поста священного месяца Рамазан. Рано утром 5 июля в областной мусульманской мечети собрались тысячи мусульман. С праздником правоверных поздравил Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Ораза Айд, который знаменует окончание месяца Рамазан, является праздником милосердия, единства, благополучия и благородства. Этот день призывает всех к доброте. Мусульмане нашей страны в этот месяц соблюдали пост, а также оказывали активное содействие во время благотворительных мероприятий. В карагандинских мечетях проводились ифтар-разговения, различные благотворительные акции. Оказывалась помощь малоимущим семьям. С великим праздником собравшихся поздравил Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Это самый благословенный праздник для мусульман. Праздник единства. А единство – это тот фактор, который укрепляет нашу страну. Пусть этот праздник принесет всем семьям радость и благополучие. В день праздника считается благом встать рано утром, одеться нарядно и совершить айт-намаз. В этот день необходимо поздравить всех знакомых, братьев по вере, представителей других наций с этим общим благословенным праздником. Ораза-айт – это семейный праздник. Также желательно навестить и поздравить родителей, родственников и соседей, быть приветливыми со всеми, а также быть причастным к общей радости по случаю ораза-айт. На площади перед областной мечетью организовали большой праздничный дастархан. Самым зрелищным стали выступления борцов национальной казахской борьбы. Праздник ураза-айт продлится три дня. Следующий главный праздник ислама – Курбан-айт, праздник жертвоприношения. В этом году он пройдет 12 сентября. В Караганде состоялось торжественное открытие фабрики по обогащению угля из гибастузских и карагандинских месторождений. Производственная мощность фабрики – около 500 тысяч тонн в год с замыканием цикла оборотного водоснабжения. В роли учредителей выступили местные предприниматели ТОК «Асферит», фонд национального благосостояния «Самрук Казана» и казахстанский боксер, чемпион мира Геннадий Головкин. В год 25-летия независимости Республики Казахстан здесь, на карагандинской земле, открывается новое производство, которое основано на внедрении новых передовых технологий в переработке угля. Производимая здесь продукция будет соответствовать самым высоким мировым стандартам. И далее, когда будет доставлена потребителям на электростанции, теплоэлектростанции, ее использование, этого обогащенного угля, не будет оказывать вредного влияния на окружающую среду в связи с высоким качеством. Предприятие «Асферит» образовано в 2008 году. Важнейшими направлениями компании являются закуп, хранение, переработка, обогащение, сортировка и реализация угля. Производство построено на территории старого завода «Жибы» в Октябрьском районе. В этом же районе вырос чемпион мира Геннадий Головкин. По словам известного спортсмена, инвестируя в экономику, он надеется принести пользу своей стране. Я очень рад, что у нас получается, что у нас осуществляются наши идеи, наши планы, наши замыслы, то есть наши иллюзии воплотить в план. И в этом огромная заслуга всего коллектива. Хотелось бы сказать вам спасибо большое всем тем людям, кто к этому причастен. Это и рабочий коллектив, и руководящий коллектив. Ребята, я думаю, мы делаем правильное дело, и мы добьемся хороших результатов все вместе. Благодаря новому производству было создано 100 новых рабочих мест. Ольга Видмир в сфере углепереработки уже почти 40 лет. Женщина рада, что она стала одним из первых сотрудников новой фабрики. Вот сегодня, это первый день у нас такой пробный, будем запускать нашу фабрику, обогащать уголь. Уголь всем нужен. Сейчас мы это производство запускаем, а потом уже будем набирать штат, будем всех учить и уже работать полным ходом. На торжественном открытии присутствовал полный кавалер знака «Шахтерская слава» Николай Дридж. Вместе с учредителями и Акимом области он запустил новое производство. Стоимость проекта около 2 миллиардов тенге. Из них значительную сумму выделил Геннадий Головкин. Создано 100 новых рабочих мест. Учредители фабрики заявляют, что защита окружающей среды и сохранение экологии будут являться приоритетными задачами нового предприятия. Именно поэтому здесь широко применяются зеленые технологии. Лариса Хусынова, Ужас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Акимате Карагандинской области обсудили ход реализации программы развития регионов до 2020 года. Областное селекторное совещание провел первый заместитель Акима области Асулбек Дюсибаев. Стало известно, что в моногородах на контроле находятся 15 якорных проектов. Они позволят создать более тысячи новых рабочих мест. Программа развития регионов 2020 действует с начала прошлого года и включает сразу несколько отраслевых программ. На совещании было сказано, что на сегодняшний день в моногородах реализуется 15 якорных проектов на общую сумму более 27 миллиардов тенге с созданием более тысячи новых рабочих мест. Из них уже запущено 6 проектов. Создано 458 новых рабочих мест. В текущем году планируется реализовать три якорных проекта в городе Тимиртау на 4,5 миллиардов тенге с созданием 278 новых рабочих мест. Это производство облицовочного кирпича, расширение производства по выпуску энергетического оборудования, строительство завода по производству строительных материалов. В ходе жилищного строительства по Каргандинской области по итогам пяти месяцев года в эксплуатацию введено более 128 тысяч квадратных метров жилья. Это составляет почти 154 процента к плану. С 2017 по 2020 годы будет планирован запуск семи проектов, в том числе с переносом проекта Тимиртауовский кирпич. И данными проектами предполагается создать порядка 560 новых рабочих мест и общая сумма проектов 15,2 миллиардов тенге. Однако первый заместитель Акима области подверг критике выступления руководителей отраслевых управлений в части качества подготовки докладов, а именно отсутствие аналитических выводов о достижении поставленных индикаторов. Пока вы эту ясность, вот как дважды два нам не доведёте, все эти совещания не будут пустыми. По итогам совещания первый заместитель Акима области Асселбек Дусибаев дал поручение в течение месяца подготовить исчерпывающую информацию по всем показателям программы. Андрей Тен, Александр Царикедзе, Первый Карагандинский. Жители Тимиртау беспокойны состоянием внутриквартальных территорий. Во многих районах города практически отсутствуют дороги, а дети играют на площадках, заросших бурьяном. Такая же ситуация во дворе дома, где в своё время проживал будущий президент страны. Разбитая внутриквартальная дорога, заросшая бурьяном концертная площадка, разломанные скамейки. Именно так выглядит сегодня двор дома номер 63, дробь 2 на проспекте республики. В этой типовой пятиэтажке некогда проживал будущий президент страны. Сегодня об этом ничего не напоминает. Анастасия Ивановна Осяева несколько лет была соседкой будущего главы государства. Эту квартиру она получила в 1968 году. Пенсионерка вспоминает, что раньше все жили дружно. Во дворе даже устраивали концерт местной самодеятельности. Сегодня двор является проходным, и это доставляет немало неприятностей. У нас проходной же двор, да, со всех сторон идут, иногда там поют, орут. А вот в этом году я даже школьников не слышала, чтобы они вот шумели, шли, обычно шумят. Что-то не слышно было, всё хорошо. В Темиртаусском городском Акимате прокомментировали эту ситуацию. Как оказалось, причиной неудовлетворительного состояния дорог стали ремонтные работы, которые проводили коммунальщики. До конца августа местное предприятие «Окжет-Пес» должно отремонтировать асфальтовое покрытие. По детской площадке вы здесь можете видеть, что уже покосность травы начат, с тем, что погодные условия не позволяют завершить работы. Поэтому, как только восстановится погода, в дальнейшем вот эта трава вся будет скошена и приведена в порядок. До 19 июля у нас будут покрашены малые архитектурные формы, они стоят в графике. И график утверждённый жилой инспекцией, 19 июля здесь эти все формы будут приведены в порядок. То есть покрашены, побелены и приведены в надлежащий вид. Чиновники также отметили, что последний раз ремонт в этом дворе производился в 2008 году. Восемь лет назад здесь отремонтировали внутриквартальные дороги и установили детскую площадку. В городской администрации также отметили, что глава государства в разные годы проживал в разных квартирах. Сегодня эти квартиры приватизированы, а дворовые территории находятся в кондоминиумах. Поэтому жителям необходимо за свой счёт приводить дворы в порядок. Андрей Тен, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Ну а сейчас не переключайтесь, впереди реклама и мы продолжим. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путём проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Предъявлены обвинения 30-летнему автовладельцу Жесказгана, фигуранту нашумевшего дела облитого мочой полицейского. Водитель предстанет перед судом по пяти эпизодам уголовного кодекса РК. Процесс еще не назначили, так как адвокат подсудимого подал ходатайство о том, что подсудимый Елубаев болен. Уголовное дело, оказывается, к нам уже поступило, распределено председателю Кокушева. Ага. А как имел Кокушев? Дело еще не назначили. Кокушев Марат Еркинович. Здесь по шести статьям предан. Записывайте, пожалуйста. Записываю. Сам подсудимый Кайрат Елубаев вину не признает. На одном из заседаний ранее он заявил, что не обливал полицейского. Сейчас он находится на свободе. Его отпустили под залог. Эксполицейский Тулеген Игибеков сообщил, что намерен судиться дальше и будет делать все, чтобы восстановиться на работе и избавиться от условного срока. Кроме того, он сообщил, что пока не устроился на работу. По его словам, найти работу с условным сроком очень трудно. На мне, честно, мне на него без... Нет никакого. Мне бы этот... Я любил, чтобы этот... Мне условку, чтобы убрать. И восстановиться. А что с ним было, это его проблемы. Это моя работа была. Помню, что сделал. Это гражданский человек. Как я буду рассуждать, если это была моя работа на тот момент? Понимаете ли мне? Касацию когда будете? Или это пока вот этот суд не закончится, нельзя подавать касацию? Нет, сейчас подавлю уже на этой неделе. Ага, можно сказать, что вы уже готовите касационную жалобу, да? Да, да, да. Напомним, полицейского ДПС Жасказгана осудили за пощечину пьяному водителю, которого тот задержал и доставил в наркологию. Водитель, не согласный с результатами, а свидетель Суонио, которая выявила у него в крови алкоголь, облил мочой сержанта. Позднее водителя взяли под арест. За сержанта Телегена Игибекова вступился министр внутренних дел. Кулмухамбет Касымов посчитал, что лишать патрульного свободы сразу на пять лет было крайне несправедливо. Главный полицейский страны убежден, что этот прецедент поможет резко ухудшить и без того плачевную кадровую ситуацию в правоохранительных органах. 7 июня апелляционный суд изменил наказание осужденному на условное лишение свободы. В тот же день Игибеков вышел на свободу. А сердце Замбаева Александр Цирикидзе – первый карагандинский. В Караганде ведутся поиски очевидцев смертельного ДТП. 25 июня в Караганде на пешеходном переходе возле областной мечети было совершено дорожно-транспортное происшествие водителем маршрутки номер 012. Пострадала молодая женщина, мать четверых детей. От полученных травм, несовместимых с жизнью, она скончалась. В ДВД Карагандинской области сообщили, что ДТП зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. По статье 345 части 3 УК Республики Казахстан предусмотрено наказание 5 лет лишения свободы. Близкие женщины просят откликнуться всех, кто видел эту страшную аварию, в том числе пассажиров той самой маршрутки. Если есть хоть какая-нибудь информация, позвоните по телефону 8-775-972-3105, 8-708-544-82-45. По данному факту материал зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. По статье 345 часть 3 УК Республики Казахстан назначено соответствующей экспертизой. Проводится расследование. Аким Карагандин, Нурлан Аубакиров и мэр болгарского народа НЭСЭБР подписали соглашение о сотрудничестве в области инклюзивного образования. Документ будет распространяться на сотрудничество в сфере культуры, социальной защиты, здравоохранения и образования. Асель Сазамбаева с подробностями. Казахстану только предстоит вступить на правовое поле инклюзии. Мировой практикой доказано, что интеграция детей с особыми образовательными потребностями в обществу способствует сокращению бедности, преступности, безработицы, повышению экономического процветания. Поэтому любому государству необходимо инвестировать инклюзивное образование. Это должно помочь Казахстану сформировать наиболее приемлемую модель включения в учебный процесс особых детей. Поэтому на сегодняшний день во главу угла местных исполнительных органов именно поставлен вопрос об адаптации лиц с ограниченными возможностями в нашу среду. Для нас самое главное для местных исполнительных органов это развитие инклюзивного образования. Мы на протяжении всего года работали с нашими обществами инвалидов. Мы работали с городом Несебр в части, что нам интересно, где мы можем почерпнуть тот опыт. Болгария, она именно та страна, которая на сегодняшний день очень большую работу проводит по адаптации людей, инвалидов, по развитию инклюзивного образования. Большое значение на поле инклюзивного образования имеют специалисты разных профессий. Дефектолог, логопед, психолог, ресурсный педагог и многие другие. Такое звено должно быть создано в каждом учебном заведении, куда идет ребенок с ограниченными возможностями. Мы к этому дню шли с 2012 года. Первый раз в 2012 году мы, наши тогда дети с ограниченными возможностями, поехали на фестиваль в Болгарию. Тоже неплохо выступили. Вот с тех пор дети возили регулярно. Этот фестиваль, он не просто так, что приехали, а там и преследуют цель, чтобы, во-первых, люди раскрепостились, инвалиды. То есть они поняли, что жизнь не упирается в рамках его квартиры. Почувствовали себя полноценным. Да, чтобы можно выехать за границу даже и там участвовать, и люди доброжелательно отнесутся, и они могут свои таланты показать. Как считают специалисты, прежде чем приступить к обучению, необходимо на государственном уровне правильно определить потребность в кадрах. Новоиспеченные педагоги, новаторы, не должны остаться без работы, а государственные средства быть потрачены впустую, заявили в городском Акимате. А сердце Замбаева, Жексылы Кнурта и Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Подарок ко дню столицы Майкудукской детворей сделал частный предприниматель. В 15-м микрорайоне открылся новый детский сад. Он рассчитан на 75 мест. Дошкольное учреждение оснащено пищевым и медицинскими блоками. Имеет современную планировку в помещении. Детский сад построен в рамках государственно-частного партнерства. Этот объект вошел в программу реализации дорожной карты. Я хочу вручить этот подарочный спецификат на приобретение компьютерной техники. Открытие каждого детского сада – это важное событие в жизни города. Еще несколько лет назад надежды на увеличение количества дошкольных учреждений возлагались на государство. Но сегодня все чаще стали открываться детские сады, созданные на средства частного капитала в рамках государственно-частного партнерства. Один из таких детских садов – Акбала, открывшийся в 15-м микрорайоне. Хоть это и не такой большой детский сад, как мы привыкли, на 320 мест, на 380 мест, на 75 мест, тем не менее для нас это очень важно. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас еще очень много детей стоит в очереди. Мы говорим, что у нас на сегодняшний день по Карганской области охват дошкольным воспитанием составляет 97,5%. Конечно, это очень большие цифры. По сравнению с другими регионами мы здесь выглядим в числе лидеров. Однако, если посмотреть на очередность, то у нас в области, к сожалению, еще очень много семей, очень много детей, которые не охвачены дошкольным воспитанием. Жительница Майкудука Дарига Казангапова – не случайный гость. Ей еще только предстоит привезти своего ребенка в детский сад. Приведет она его именно сюда. И везти недалеко, и условия здесь приемлемые. Я пришла ради того, чтобы узнать будущее своего ребенка. И не возражаю, что он получастный, полугосударственный. Мне кажется, все одно и то же – и государственный, и частный. Самое главное, чтобы воспитатели были хорошие и давали правильное воспитание. Остальное, мне кажется, все так же совпадает, как и государственным, так и частным. За собственные средства предприниматель приобрела помещение, произвела ремонт и оснастила детский сад. Всего пришлось вложить около 32 миллионов тенге. Сегодня уже подано заявление на размещение государственного заказа. Это плюс для меня и для родителей. То есть родители будут платить, простите, не 37 тысяч, как во многих частных детских садах, а будут платить 20 тысяч. Сейчас они платят 25, но когда будет у меня заказ, и соберу соответствующие документы, там процедура есть определенная, надо подать на тендер, мы выигрываем этот тендер, и потом будет размещение госзаказа. Вот это для меня и вдохновило. То есть, знаете, стабильность. Стоит также отметить, что ежегодно увеличиваются суммы подушевого финансирования в рамках государственного заказа. В Карагандинской области размер финансирования с 11 тысяч тенге в 2010 году повышен до 17 тысяч тенге в 2016. Программа создания новых детских садов в рамках государственно-частного партнерства продолжается. В Управлении образования Карагандинской области уверены, что недалек тот день, когда охват дошкольным образованием достигнет 100%. Я люблю свой детский садик. Повну, сутки, сутки, сутки. Андрей Тенул, Жас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Городской Акимат сообщает о перекрытии автомобильной дороги на улице Муканово. Связано это с началом работ по среднему ремонту автодороги. С 5 июля будет перекрыт участок дороги от улицы Букетово до внутриквартальной дороги в районе кафе Лонжерон. Дальнейшие перекрытия будут осуществлять участками. Работы производит дорожная организация «Сапожолстрой». Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 420649. До свидания. Салбом, изда. Редактор субтитров А.Семкин